Всем привет! Я целый месяц копила пустые баночки уходовой косметики. Очень было сложно уже отвыкла я так объемно все хранить. И давайте же посмотрим, что закончилось. Вот такой вот уже безымянный флакон из-под мыла. Там сломался, как вы видите, дозатор. То есть еще до дна далеко он обломался, пришлось сложно его заканчивать. Также закончился дезодорант у такого трексона. Усиленная защита. С трудом, но закончили вот такой вот освежитель воздуха. Почему с трудом? Потому что он как-то распылял плохо. Далее я хотела показать сразу. Я все копила. Мыла абсолютно. Также вот такие вот бюджетные ватные палочки. Мне они нравятся тем, что, во-первых, они дешевые. Во-вторых, им не жалко убирать что-то. Я имею в виду труднодоступные места, например, в оконных рамах или в ванной. И, в общем-то, они бюджетные. 200 штук расходуют. Так, далее у меня закончились бархатные ручки. Еще одни у меня стоят прям на последнем дыхании. Также я добила вот такой вот шампунь мужской. В общем-то, как профилактику от перхоти, я частенько беру что-то вот такое. Либо у мужа забираю, либо покупаю и использую, чтобы, так сказать, добить. Ну, и немножечко успокоиться. Так, тут у меня и подтекло что-то. В общем, шампунь, экстракт лука и горчицы. Далее вот такие две банки. Скраб и маска для волос. Далее ватные диски. Больше, кстати, так хранить я, наверное, не буду. Мне вообще ужасно сейчас вот это вот все собирать. Так, крышечка отсюда. Крышечка отсюда. Ой, я уже тут путаюсь во всем этом и так далее. Жирный крем Белита ночной. Вот такая миниатюрочка Dolce Milk. Тут немножечко неверная пустышка, потому что я перелила пустышку, в которой есть распылитель. И остатки отсюда я... Ну, они все, естественно, не перелились. Остатки я доиспользовала, ну, выброшу уже сейчас. Закончился вот такой вот очищающий мусс, пенка для умывания. Брала в фикс-прайсе. Такая большая крышка. Банку я уже приспособила. В общем, это был крем для тела огромный. Давно у меня в использовании. Как-то вот руки к нему не тянулись. И вот я его закончила. Еще одно мыло. Так, далее вот такая... А что это? Сос-сыворотка против прыщей, угрей и черных точек. У меня их несколько еще. Хотела показать именно вот эти вот салфетки. Они, кстати, прекрасно справляются даже с тушью. И потом я просто смываю. В общем-то, замечательные салфетки. У меня одни салфетки так с макияжем не справлялись, даже которые для макияжа. Итак, вот такое мыло. Еще у меня закончилось. Так вот эти вот теперь шайбочки будут везде меня преследовать. От Эвелайн вот такая штучка. Это у нас отшелушивающая сыворотка. Так, ну вот такие я сейчас за кадром, если буду находить, сразу буду в пакет складывать мусорные, чтобы тут ими не светить. Вот такая малышечка, умовашечка закончилась. Также закончился крем для рук. Самый сок с вишенкой. Вот такую тоже небольшую пачечку, но закончила. Снежный скраб для тела. Он, кстати, немножечко отбеливает кожу. Если есть пигментация, то прям вообще советую, рекомендую. Так, шампунь. Активатор роста волос. Вот такой вот бальзам. Питание. Так, далее я тут ковыряюсь за кадром в этом все мусоре. Прям конкретненько так ковыряюсь. Пытаюсь хоть что-то куда-то. Так, вот это точно у меня один овертный продукт. В общем, я вам показывала. Решила вот на ножке одну сделать. Также показывала и заставила буквально себя вот эту вот альгинатную маску применить. Очень, кстати, рада тому, что я себя заставила. Это сделала. Вот эти вот кристаллики с преском. Ну, конечно, это больше детская тема, но себя попалывать тоже не помешало бы. Так, вот такая разрезанная у меня есть освежающая экспресс-маска для лица. Так, ну вот опять же вот эти всякие хвостики, их тоже полно. Кстати, еще выбрасывают точилочку. Она у меня сломалась. Просто тоже вот, знаете, решила в этот раз копить и копила все. Так, это у нас для живота тканевая маска. Вообще не поняла, как я это все купила. И зачем женьшеневая маска для лица. Ой, девочки, тут вообще на фоне столько хлама, столько мусора, но даже немножечко не по себе. Как будто я притащила. Еще какой-то запах такой, знаете, все эти продукты своеобразно пахнут. И какой-то пахнет, не поймет, какого что пахнет. Так, вот такие вот патчи тканевые закончила. Так, сейчас я быстренько за кадром вот это вот все отберу. Так, продолжаем. Масочка с единорожкой. От Соды тоже маска тканевая. Как видите, с тканевым маской вообще беда. Хотя я себе такой большой масштабно выбирала. В общем так, маска для волос бабушка Агаки. Они просто удобные, компактные, их легко брать с собой. Огуречные две маски. Я сейчас несколько шампуней из люксового сегмента заканчиваю. Поэтому шампуней и бальзамов нет. А вот эти вот маски-скрабы. Два в одном. Так, далее. Ну тут я, наверное, резать не буду. Тут вот по-разному оторвано, может быть. В общем, соль, пена для ванны. Две штучки вот такие. И вот такие вот. Расслабляющие, антицеллюлитные. Приятно пахнут, в общем-то. Так, далее. Три масочки вот таких, Саша. Один у вас скраб. Вот скраб, кстати, не очень выгодно брать, потому что его многовато. Приходится вот маска как-то и на шею, и на декольте везде нанесешь. Так, опять там маски, опять маски. Маски, в общем-то. А вот скрабы как-то так далее. Я тут оставила одну. Сейчас грязная будет, потому что она замазалась от всего. Вот такая вот рукавичка. С одной стороны она пупырышка, с другой стороны она гладкая. В общем, я закончила все три вот эти рукавички. У меня вроде бы три. Здесь еще найдутся, потом буду заканчивать. Не знаю зачем, но я сохранила вот упаковки, как хранятся патчи. В общем, вот в такой упаковке. Тут надрывается, отрывается. Здесь лежат патчи. И вот полностью закончила. Четыре упаковки. Это именно у меня огурец и алоэ веера. Патчи. В общем-то их я закончила. Их у меня вроде бы нет больше. В запасах вот такие вот у меня пустышки. Так, достаточно много получилось. С нетерпением теперь я их буду собирать по пакетам. И выносить уже на мусорку. Ура, ура, ура. Минус столько пустых банок. Это просто очень круто. Особенно я рада, что вот эти вот всякие всякие саше у меня тоже подросшлись. Хотя я тут не так давно решила себе такую цель поставить, что их тоже нужно закончить. Но все же, неплохо. Могло бы быть и лучше, если бы я одновременно люксовое что-то не заканчивала. Ну, там мне просто жалко, если пропадет. Тут, если пропадет, не так жалко. Там пропадет, я буду вообще прям плакать. Ну, не в прямом смысле, но будет обидно. Закончила, продолжу. Но теперь мои видео вот в таком формате не будут выходить. Именно пустые баночки уходовой косметики, чтобы я целый месяц копила. Это очень тяжело. И, если честно, это не так сильно мотивирует. Потому что я себя буквально заставляла. Например, вот эта вот пенка, которую я вам показывала в фикс прайсе. Я ее буквально каждый день использовала. Даже когда могла бы ей не пользоваться, чтобы ее закончить и показать в пустых баночках. А когда я показываю несколько отрывков пустых баночек за месяц, то мне легче. Потому что я спокойненько заканчиваю какие-то продукты, на какие-то налегаю посильнее. Но без какого-то такого, знаете, заставления себя. Всем спасибо за просмотр. Всех целую. Всем пока.